ты чё матерился нет не забегаю 30 евро забегать друзья значит кто не знал это один из самых больших зоомагазинов европы наверно чем может быть даже самый большой он примерно по размерам ну как вам сказать если посмотрите вот туда далеко и туда ну короче как наш обе если вы были да вот у которой московский там деньги в белой даче вот по размерам это вот размером с магазин обе наверное вот так на входе атаку аквариум я хочу сказать что мы не будем конечно же здесь все смотреть подряд потому что здесь но всяких гадов нас нафиг нам надо собачьих кошечек мы конкретно за аквариумную тему сюда пришли и будем ее сейчас разглядывать что тут есть она начинается прямо вот отсюда друзья вот с этого павильона и тут счет пока нету короче говоря они здесь все-таки собачки ну вот здесь вот получается все это канитель да давай нам надо разрешение обязательно спросить можно я помогают мне с переводом надо договориться обязательно соблюсти все процедуры скажите сказать я к нам спросить позвонит то есть владельца но проблем все короче нам разрешили здесь говорит это а как и а это фамилия да за за я короче говоря фрау заик разрешила съемки мы можем это все дело делать значится ну давайте короче говоря здесь куча оформленных аквариумов там сразу ляльки сидят аквариуму с оборудованием и со всей там а смотрите-ка ты можешь мне подсказать это же 1 куриле это какая-то контора которая видимо оформляет и обслуживает наверно да 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 аквариум алис рунт он сосква класски нашу типа оформим а ну теть хорошо обслуживаем и сделаем аквариум поняли да то есть эта контора сотрудничает с зоомагазином как бы и вот визиточку что оставляет но это вам друзья которые вы обслуживаете и оформляете аквариума можно вот так вот делать германии это популярно то есть договориться с каким-то большим тоже зоомагазином и свою визиточку там оставлять короче говоря ой вот это все аквариум все аквариум и там все аквариум их здесь до кучи и хайм за 1200 евро наверно вам будет грустно эти цены смотреть как и мне но все равно надо как бы штуку баксов у баночка ахай морская не знаю сколько литров 400 наверно такая еще один оформленный аквариум ну здесь много оформленных аквариум но тут смотрите какая штука есть такой аквариум сверху стоит видите и прям вот ну под ним как бы можно пройти там папу какие-то плавают еще что-то он такой но не особо то чищенный там видать редко туда лазер баночки везде короче говоря людей буду ни хрена себе ю бабай ю бабай да он побольше чем обито я понял такие перелив чеки таки там трон-тон-тон прям моды такой на перелив чеки здесь разная травка сидит классно класс ночи я такое видел только в минеральных водах вот у игоря в магазине там я имею ввиду перелись перелив чеками там такой тройной аквариум стояла здесь вот прям их много и вон там если вы посмотрите люди стоят тоже соответственно с этими аквариум вот растения значит смотрите это кокосик это пластмассовый кокосик к нему она без привязан стоит 50 евро это обычный амур газ на она наверно плата ну и вот здесь разные короче природщины мхи эти 1299 она без и разный короче коряшкам там вешком кому хотите завязана привязана я не знаю даже как рыб начать это короче говоря оттуда и вон до туда я предлагаю начать вот вортражи где написано вортреже или я не знаю как наверное там вход собственно с него и начнем немножко так прикольно это все дело на тебя немножко так смотрят что за дурак тут с камерой хейт а мне пофигу мне вам надо сделать и показать да и это все аквариумы друзья все еду вот они здесь 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 насколько большой магазин оба на давайте погнали это начало всех стеллажей и это диски по 40 евро короче дискусс и такие достаточно большие это все дискусс и друзья все стеллаж я даже не пик виду за это там вообще там она чокнешь там сколько видно столько это столько дисков диски любые на любой вкус ну да сколько тут 28 градусов показывает и здесь же почему-то пираньи сидят интересный такой раскрас ну и голубые голубые вот красавчики в принципе это у нас даймонд блю 12 сантиметров 160 170 евро стоит а дискусс ред он тот тот ред который 40 евро стоит короче даймонд блюз 170 евро нормально так но они такие как вот вот я ого какие интересные диски не знаю кто это такое снык скин наверное я вам скажу так здесь человек просто приходит который дискуссов хочет купить и у него здесь просто огромный выбор разных 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 товарищей а этот чуток мешаем а паре места здесь дофига прям целое дело горе места вот а вот они от этих вот как жены не давать тоже по 170 евро вот они какая-то это змеи змея кожа или что-то такое уже 169 а вот эти видимо не недорога выросли из тех из маленьких здесь уже а и подросли тоже в цене леопарды вот они вспомнил название леопардики по 90 евро 10 сантиметровики пиджаны какие-то рована рована петровна ухты какой тетрадончик шварц шварц да да ладно него что там быть 34 баксов 35 баксов стоит но евро не это чё-то другое наверно охоте а зубище какие улиточку бы тебе вкусно солиде красный баке шикардос вот здесь эти самые альтума видимо пальто до скаляр короче говоря выбор большой вот так вот даже если бы купить дискуссов но во первых на на машине обязательно быть потому что на другом транспорте там на общественном вы конечно коробочку там с этими дискуссами не менее него не увезете не провезет никуда и в россии их не привезете ну то есть короче говоря чтобы дискуссов завести ну вообще рыбку завести в россию нужно обязательно чтобы вас была ветсправка российская короче такая фигня то есть вам где-то на границе надо попасть в то время когда есть совесть ветврач но и видимо вот в ту границу где есть ветврач и эту справку как-то там делать ну и при наличии конечно наверное еще здесь немецкой справки короче такая вот фигня и поэтому я наверное не повезу рыб я просто не смогу это сделать ну то есть не то чтобы я там боюсь или не хочу у меня просто машины нету понимаете то есть если я например я на автобусе приеду как бы туда да ну варшава минск а на автобусе на на этой границе мне скажешь слушай блин товар подлежит декларации обязательная да и обязательно свет справкой и высадят мне просто с автобусом и я как бы не туда не туда я буду стоять на границе с этой коробкой а так я как бы если бы на машине был я как бы ну развернулся бы и поехал другую сторону виталику в калининград там документы какие-то оформлять через него как бы уже это заводить ему деньги платить а так я как бы не смогу получается просто люди ходят и просили их не снимать поэтому я так вот иногда отворачиваюсь когда люди соответственно гоняют они на меня смотрят они русские видимо потому что они понимают мою речь диски разные дискуссов миллион какие такие короче каких хотите скалярики аквариумы кстати друзья высотой это не маленькие такие сантиметров по 75 80 на такие вот и нижней и верхней пираньи серосельмус и не пойму какая-то пираньи короче но не на трерка скалярки кто это такие мелиусы хвост какой-то нижний такой плавник вытянутый скалярки еще ниже походу там скалярки циклитки она видимо так идет циклитки да пошли 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 и здесь вот циклитки дискусс и циклитки скалярки циклитки окуни ну давай давай жрать хочет ухты ухты деловые поросята еще дерутся ну короче чем не их показывать на фиг они не нужны а это кто бородоеды что ли еще такие здоровые что-то выросли у нас такие же не такие большие циклитки и маленькие и большие бета дома купидо это ты кто у нас понятно охрену знает кто-то но ты прикольный чувак трофеус какой-то не знаю морда такая а по окраске какой-то не трофеус и все циклитки от нас тела с циклиток вас этот телефон еще не мучает я бы уже 3 штук уже оторвал бы им провод нафиг как хорошо что в телефоне в современном есть кнопочка заблокировать пользователя так когда спамят какие-то геофагуса кто это такие а не знаю геофагус антифронс нифига себе получается маленькие по 46 99 стоит евро короче альтифронс вот эти маленькие по 47 евро ништяк ништяк цены такие блин даже за половину у нас бы продавать рыбу половины цене она блин было бы круто считайте блин больше трех рублей одна штучка маленькая стоит а бедняк это эллиотти что ли наверно это эллиотти я их разводил знаю хорошо мало виски циклины а нет вот эта черна полоска да а эти вот это кто у нас не знаю белый хромисы разномастные здесь тоже блин такое же все ну вот рыба которую у нас вообще не продается здесь вот она пожалуйста смотрите место сразу оборудованная коды вот упаковку рыбок это видимо кислород я так понимаю сачки все в дезинфекционной ванночке резиночки здесь пакеты вот висят видите тут разные такие 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 блин кут крутяк ну тут а из этой же серии сбоку просто как бы побольше чуть-чуть чуть-чуть рыбки по размерам ухты смотрите а здесь целая комната есть видимо для ну для дизайна наверно да вот есть возможно какие-то курсы проходят я не знаю кто-то оформлял наверное это все дело ну если честно так это что-то фигня какая-то тут давно видимо уже управляли не знаю когда такой непричесанные волосы такие просто вот ну вообще первого знать ничего это но это точно и внизу такая же хрень стоит я так думаю что здесь просто видим какие-то вот конференции проходят и наверное вот типа аля вот это оформили давайте посмотрим сейчас камеру друзья поправлю чуть-чуть буквально хоп ну тут тоже давно видимо оформляли как-то не айс вот единственно вот этот симпатично смотрится но на кубик и наверное все блин у помещений конечно просто да 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 блин до чертиков много целый стеллаж флювал для алексея для моего для лёшки он их любит эти флювал и мы с ним расходимся по поводу того мне не нравится ему не нравится короче вот так губики пошли друзья смотрите беленький я не знаю где за зо заяк вот это все берет ну где-то наверное они закупают это все дело видать недавно были кормлены потому что она четко видно что каретра пропал и рыбки кормятся живым кормом от пуза это хвостики неправильной формы да такие вот интересный смотри какие хвост какой видите у него ништяк и эти такие же похожие вот они и все на животиночки пока на чпокина живородочка живородочка тут вся жива вся хорошо самцы и самки вместе смотрите вот гупи от разные виды он тот гупак сейчас и задохнется жрет эту таритрину и такое ним я не могу ее съесть я не могу ее съесть но сейчас по перехватывается и все-таки съесть англи ручки так себе тоже так себе кобра чки не знаю и порвание какие-то красненькие в общем живородку показывал потому что потом серёга будет обижаться почему-то не показал живородку вот такие живородки есть а кто они хреново знает серёга не ругайся на меня я не знаю что это за живородка потому что на ней нету надписи а если бывает надпись я их не все могу прочитать потому что есть немецкие названия ну то есть здесь не латынь пишут а немецкие названия которые там а где блин джунгом помпом и фиг его знает то это такое если ты не знаешь бандита фурката но здесь написано все всегда гену рука паска латинское название а есть без латинского названия какой-то о лиме чернополосы спрашивали где купить дюйсбурге в золо цаяки или у русских аквариумов поняли да русские аквариумов краскова находятся но он факельный как же его зовут спасибо да и тут можно же да и вдруг я не вот подписчик наш здесь здесь очень приятно продолжаем обзор и так кого нам кого нам тут щучки мучка как-то меня чё-то щуки не вставляют всякие нафиг они нужны на вот губики белый бело-желтый я красавчик всегда не ну здесь каких-то рыб ловят ладно хрен с ними я хочу сказать что я пока ну вот кроме дискуссов дискусс и конечно впечатлили и те рыбки которые так сказать у нас особо не продаются тоже не здесь просто это все в зоомагазине в огромном зоом надо сказать что это необычный конечно зоомагазин это огроменный смотрите какой стеллажик вот здесь такой стоит и вот такой и здесь всякая как карапузня пузатая головы шевородочки вот какие-то губики даже не знаю что-то они больно маленькие какие-то губики вот так вот это называется чиракс плюс уфер чиракс может как креветки нет панда блонд гупи все-таки это чиракс австралийский плюс не знаю что такое флюк скрепси ну какие-то видимо австралийские какие-то губки что-ли хрен его знает не знаю он для вы прям маленькие друзья для руку или просто немалечки тут я не знаю чему-то не вот красивые вот красивые вот как вы думаете сколько времени у вас займет но если вы сюда зайдете вот как будто бы у нас магазин такой был на и вот вы захотели рыбок купить сколько у вас займет времени вот здесь пробыть кто из вас сколько может здесь пробыть я не знаю я часа три осилию спокойно прям вообще даже не замечу что они пролетели вот интересный бутылку посмотрите по расцветку факел такой но я чуть-чуть меня цепляет показывал смотрите а ну это эти самые инкубатор это видимо для ну для показухи инкубатора и артемисты хотя хрен его знает может быть и рабочие потому что они такие грязненькие но мы просто их еще не не зарядили петухи метухи сколько же здесь людей вообще работает на что вот это все дело мелкие здесь видимо то что вот совсем мелкая я имею ввиду возможно даже здесь родившиеся креветочки вот видите вместе с галактикой здесь тоже креветочки и причем обязательно на белом песочке заметили креветочки всегда синие вот серёга покупал вот они здесь весна он развел не развел ухты бросил их глаза под купе короче стоит а значит мальчик 8 евро девочка не понимаю сколько 11 евро и 1690 9 евро а пара стоит 17 евро мы поняли да папара за 17 цены и короче там за пиками причем вы поймите что для германии это это наоборот здесь нормально как бы ниже чем в других местах цены потому что ну потому что это крупняк как бы здесь как ну типа мы в обе пришли да там там товар такой считается чуть подешевле по цене потому что это вот такой большой магазин вот здесь примерно так же порывка и все равно цена как бы такие живородочке тоже какие-то живородочки тоже какие-то гиран гирардинус металликус мелочь всякого а гонюшки что ли какие-то хреново знает но это уже харацинка это может тоже кстати какая-то харацинка интересно вернора мелкие ну да тут все короче такое не недоросшее вот интересные губки только чуть-чуть тут видно их заворачивает слоновые ушки но они такие вот это красиво вот здесь подобные же штуки просто ну и задвое ну кардинальчики вот они сажат ох ты но высотые сомики такие сидели на горшочке даже не знаю как ее сопоставить с нашей московской птичкой вот эти вот объемы ну наверно сопоставимо с птичкой с московской так это все меченосы вот это крем для лёхи это называется платью блюд ндс хер 2 но кстати в германии слова хер это матершина от господин обозначает ну то есть я на немецкий буду хер андрей иваныч беленькие велифиры черненькие мольки этого полно при полно но и губки наверно это все индонезия друзья вряд ли их здесь сделают она красивая красная прям есть прям почти полно поля полно цвет еще вот этих вот хотел показать тоже красивые а я хочу еще найти по этот самый павильон с кормами и ну здесь как корма как бы представлены и их посмотреть а здесь ажиотаж кстати такой вы посмотрите прям что-то упаковывает еще один упаковочный столик соответственно реальность это же самцы они тут самочка нет самцы и самки здесь тоже самцы и самки то есть нету как у нас одни там самцы вот они эти самочки блин я бы купил ляле вот эти вот смотрите какие самки шикарные Вася Вася смотри какие самки вася вася и голубики вася 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 чертов раз техма роз как он там надзор то за живот роз витроста отзор там короче блин придумал какой то хрени мы не можем ничего привести тоже а это кто целующийся гурамки кстати целующийся гурами есть у безяева дима уже крупные прям довольно много я ролик снимал это у нас в россии можно в теории как-то у него их дернуть негатив а а а а а ну на а ссылки вот их тоже разводил друзья но она совсем не коммерческая она как сказать мало мало малька очень очень мало ну что 20 это в память и долго растет такие проблемы это курочки а манки или кто это да нет это какие-то вы такое небо не вон чеки мешаю нет не он я пытаюсь найти сколько он стоит и покороче микро так короче говоря 2 евро получается так и здесь на 2 евро почему-то ротор не он я не знаю может быть не он стоит 2 евро 2 евро это 80 160 рублей 160 рублей стоит короче один не ончик но вполне себе да цена насколько рублей 60 70 стоит а знаете почему у меня на это просто разводной поэтому так тут мешаться буду пойду туда потом подойду здесь можно короче так громко говорит там жопа там и материться можете все равно никто не понимать а русские если там но это слышит они такие ну прикалываться просто еще на рисунке но какая-то белость то рисунка это что такое почему она белая весело река шички вот это вот тоже жить борода еда какие-то на только что-то они прям один борода я точа и другого бродой конги тоже редкая позиция у нас москве редко и вы ее встретите но здесь вот она видимо за обязаловку а смотрите какие конга он до альбинос красный глаз до борода едики для меня покупали мы у нас ролик есть где-то где мы это все покупаем да не он и скорее всего развод но не он и очень маленький сколько ну два с половиной сантиметра друзья даже наверно два 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 с половиной сантиметра до 2 евро не он стоит вот 139 евро стоит вы тоже два сантиметра прям даже меньше на маду ах ты что случилось с моей камерой ни хрена себе какие нездоровые не знаю сами разбирайтесь кто это за корики но не жирные такие вот это кто такие с полосками даже какой-то да не в наверно ах ты ах ты ах ты ах ты ах ты и с да не у каких-то и обычные донюшки про целый стеллаж всяких хороценок какой-то рай такой в одном месте вот белая торнежка вот у нас ее в помойку выбрасывают белое и черное альбина 249 приносит причем альбина 249 евро стоит а черная 1 99 евро то есть черная стоит дешевле чем беленькая я думаю дима безяев да и даже не дима я смогу обеспечивать я лично смогу обеспечить всю германию белыми торнежками столько этого проброса вы помните да что белые торнежки плавают в качестве корма у меня у белого большого курами сейчас друзья приходится все тут на себе таскать хотя наверно там где-нибудь была вешалка наверно какая кто-то там ржет не знаю кто это это наверно вот она болен друзья свету мало при она брама коллегера зрение подводит вот а может вот и она вот это а я на лозгарь а серпатик красивый тоже 3 евро стоит 3 евро вообще круто 8 5 240 рублей за они растут мы максимум томской по два с половиной месяца вот при таких ценах это конечно очень коммерческая интересная но грубо говоря 240 рублей здесь в розницу да значит она здесь в оптом ну где-то там я не знаю рублей 80 понимаете на наши деньги на этих всех карапузов мы видели ну вот видите он них называется там керри да а здесь он глаз мухер какой-то и вот бывают просто одни название вот именно только вот немецкая все нам сумма просто сайте и аквариумы видите ну минимальски как надо оформлены радостом усы радостом усы вы тоже я просто сравнив коридора больно хреново знает а нет это гипонцеструс нет не вижу к сожалению сейчас в другом месте возможно найду все в стеллажах все у рыбах и они они в принципе где-то в стеллажах повторяются вот байсманка красивая ах ты на на стол а на стол у нас блин красивые карандашики от таких завести себе мне нравится ух ты а здесь крупняк есть просто крупные сидят все ну типа стеллаж так вот его видно как бы здесь со входом и поэтому здесь такие покрупнее рыбы сидят ну чтоб сразу заинтересовать барбусы кто они панда или как они правильно называть дима безяев тоже все-таки взял не знаю развел там асхат не асхат не развел но в бане есть а вот это ромбациллятусы помоя да ромбациллятусы тоже интересная барбусы шторбики а я я я я я к феникс маленькая маленькая а у меня роман тоже какая-то и победа дома нет это крипто кара бульс хрен его знаю заляпана так оба давайте барбус суматранского где он у нас цену хочу суматра xl важный так и 2-3 евро короче суматранчики по 3 евро тоже по 240 рублей не знаю у наших магазинах почему они продаются вообще суматранчик о кто она так она стону почему она стонусу рода стону здесь написано на стону здесь не могу прочитать нифига не пойму лана не суть важно а а вот кстати 799 стоит огласолепис и короче ну размером сколько тут 15 метров до врут они эти 15 лет от силы на 8 8 сантиметров и короче за 8 евро и сзади стеллаж этого где вы смотрели такой передний типа красивый то есть тоже весь у тыкан этими же рыбасами ну кстати от барбусы где он рубин барбус я не вру 5 евро стоит ну размер вот такое вообще ништяк надо как-то сюда поставлять эту рыбу друзья нашим производителям надо поставлять рыбу суда и увеличивать цену там в россии понимаете на рыбу потому что сейчас стоимость рыбы такая что и неинтересно продавать вот с гляйзером в принципе предварительная договоренность есть надо как-то это все организовать вот этот вылаз да вот эти справки мы правки я как бы предлагаю деньги визееву даже свою базу как как перевалочную даму потому что два дня там едет она из перми надо перепаковаться и там дальше как бы ехать ну как вариант не знаю короче здесь тоже все в мелкой коротинки в том что есть вот если сюда асхат приехал да он будет такой короче глоток нет они не интересно и ушел бы наверно я шучу конечно он тут завис я не знаю залип бы так на очень 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 долго и кайфовал мы нигерой на нигере как суматранский стоит 299 евро суматранец 3 евро этот 4 получается вот чуть-чуть дороже а вот таких суматранских барбусов до 2 евро 2 евро это 88 160 рублей вот примерно таких на рынке у нас и продают на птичьем слушайте ну вот если по размеру сравнить я не знаю сравнивал нет ну наверно наш птичий рынок как наш птичий рынок именно по этим сам по рыбам по оборудованию наверно больше будет постел аж с маловийскими цифридами разными здесь цены какие-то конские конечно должны быть ну вот понял на кара 25 евро ну правда такие они ну сантиметров 10 наверно 10 ель да хотя написано 13 сантиметров по факту здесь а вот маленькие вот как раз на рынке я видел маленьких значит где она у на кара 12 евро короче стоит но это сантиметров 5 вот так сантиметров 5 12 евро 10 это у нас восемьсот тысяч рублей считайте стоит 900 там получается а и ложка а идет цены нету на и ложек почему почему-то они бахромис это вот на нет это дельфин вообще какая-то хрень написан не это сами не знаю ух ты какая красивая он давайте сюда ну вот мультиколор ауна кара мультиколор 25 евро ауна карам хрена не могу прочитать таракан тоже бегают так выбор окушочки аиста хромис крести москва хромис я если чё ну как бы не силен в малавийских циклидах поэтому ну какие-то основные знаю там но как бы это самый позже у лакарочки сомики какие-то с мальком плавает вот так вот они малька выносит у них зубик такой сразу видно самочку кто-то у меня спрашивал про дельфинов ну вот вот это вот самочка у нее зубик она рот не раскрывали церковка арамурия где она здесь не видать а 20 сантиметровая стоит 49 евро а самец 29 самка 49 самец 20 ну сами переводить это несложно а то мне так и ложка и ложка трофеус и нам не надо я в до трофею сам солнце видимо вот он так называется не ела а солнце значит 10 евро наверно кто еще нам мури мури ох ты и фронтозе ки ой красоточки уху-ху-ху-ху-ху-ху красивые рыбы мне когда-то жили блин вообще супер трофеусики звездочки а это пемба или мемба кто он там за дни пемба такой красный фронтоза зачетная рыба короче они у меня жили на им нужен такой полумрак и в принципе они холодную воду любят ну и больше ничего ну и хорошо кормить суху-ху-ху фронтоза хуху-ху-ху-ху-ху-ху ох ты пиндани все торписцы калов и вот он наверно да а нет вот ела ела короче стоит не зная 1 и 8 евро или 8 евро 1.8 на на закалов и 8 и 5 евро я тут немножечко мешались ну поэтому приходится как отходить и соответственно давайте досмотрим уже этот сил и окорно там еще продолжение ого ген это кто такие интересные красненький ну вот видохромис еще есть и на теляпия но это вряд ли теляпия цена теляпия этого бедохромис скорее или псевдотрофеус энтерукс интересная раскраска но это мы все видели здесь тоже вы посмотрели псевдотрофеусов а вот они наши которые дельфинчики они не известно кто они зебра мури вот они 13 евро и 12 евро ну короче говоря вот который размер мы продаем с дядей яши здесь стоит ну 12 евро короче считать самая низкая цена такого размера 12 евро стоит рыбка еще 10 хочу посмотреть вон про лобусы колеса тоже трофеуса А вот еще кто у него, другие трофеусы, там звездочки, еще кто-то, а это трофеус Котото или что-то такое. Вот что мне нравится в Малавийских цихлидниках, то что накидал как попало камней и все, и вот тебе весь дизайн, особо можно не запариваться. Большой аквариум, это Сомик, Сомик такой, Красноклоский какой-то, еще Красноклоский и вот этот вот такой. Пангаси, да, по-моему, так. А это кто? Что за тебя простигну? Крупные шармейки. То есть всякие, какие хотите, хотите худые, хотите крупные. Большие ламазки. Это еще не все, это еще травы здесь чуть-чуть есть. Но я не буду особо показывать. Травины при травине. Так же, в принципе, как у нас продаются. Ну, мне нравятся вот эти, конечно, лесенки, аквариумы. Аквариумы, лесенки, мне нравятся. Ну, чуть-чуть-чуть заглянем в морскую аквариумистику. Так сильно не будем. Здесь смотрите, сколько здесь кораллов разных. Офигеть просто. Светильники, хочу вам показать. Они есть и такие. Ламповые. Ламповые, ламповые. И есть уже такие современненькие. Вот видите. Здесь и здесь. Красивый аквариум. Ух ты, какие жирные. Ух ты, какие жирные. Ух ты, какие жирные. Короче говоря, аквариум вот здесь узкий, а там широкий. Такая неправильная форма. Тоже прикольно смотрится. Он прям оформля. Еще одна такая же баночка. Прям один в один. Мама прям позирует. Говорит, сними меня, сними меня. Снимаю тебя, снимаю. Ещё09. Миоấu. С…" Говорит, горым, да? Снегка. Мамада, кои yrища. «Кор hayat». Сука надуешься, не надувается, надо насосик нести. Да, морские рыбки, они яркие, конечно, такие, раз закрыто, карантинчик, видите, какой-то, или ничего не продается, не знаю, что за штукенцы. Там кто-то живой внутри, кстати. Какая-то, может быть, личинка, что-нибудь такое. К сожалению, не силен в морской аквариумистике. Знаю, что вот это хирургия. Ну, кормуй бабой, надо же сколько, много места. Отвалили помпу, она отпала, они все, он бурляет, короче. Вот, все такое. Сейчас придет дяденька из поселка всех. Дети, дети уронили. Дети-хулиганы уронили помпу. Ну, здесь это селаж мы уже смотрели, пойдемте туда глядеть. Здесь все, вот, морская аквариумистика, не знаю, насколько она нам интересная. Нифига, это кто такие? Кревентусы, что ли, какие-то? Да. Кревенки. Море, конечно, такое очень-очень яркое. Клин. Смотрите, вода клин. Мы поняли, да, это самое абсолютное. Так, 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 так. Да нет, по-моему, просто вода. Так, по-моему, просто вода. И вот, кстати, морская вода, видите? Океан Зак. Вот они. Ну, то есть, как мы и видели, в том зоомагазине о другом, взял эту воду, добавил, короче, и все. А это что такое, что за сетка? А, ну, это фильтр. Какой-то фильтр такой вот. А, вот он. Мне просто показалось, что эта сетка, знаете, в глянере стоит. На течении стоит. Слушайте, ну, он реально огромный. Оазия. Здесь очень серьезно представлен Оазия. Не как у нас на птичьем рынке один павильончик. Ребят, которых я знаю, передаю им привет. И аквариумы Оазии, и фильтры Оазии. Я не знаю, я не могу ничего за них сказать. Я их ни разу не пробовал. Вот. И поэтому не могу ничего. И Хейм там пробовал. И Хайм, правильно, да, или как-как. Стеллажек серовский. Я даже не знаю, что это такое. Для Ко, это все для пруда, короче. Поняли, да? Ну, всякие там добыли. Это вот, видимо, просто отдел целый для пруда. Сачки. И фильтры, вон, видите, огромные. Такие вот, серовский. Огромный фильтр для пруда. Вот. Целый отдел. Боюсь даже предположить, вот что это, дядька в белом этом делает здесь. Здесь какие-то пробирки, тесты. Ну, пойдемте посмотрим, где смотрите, какая аквариума здесь сделана. Ни фига себе. Пангасы. Вот это, я понимаю, еда такие. Да, я не знаю, сколько килограмм он весит. Друзья, он очень большой. Прямо здесь вот такие вот гиганты плавают. Мы привыкли, что пхомики пангасы все такие. Никому не нужны, как бы их обычно сдают. А здесь они прям здоровенные. Ну, по метру, наверное. Вот это точно метр. Ну, и Араванда тоже, вон. Метер. Попробую с другой сейчас. Наверное, он так же будет отражаться. Короче. О! Да, давай поснимаемся с тобой. Охренеть, какой ты красавец. Ну, и Гупаков тут. Видать, для еды. Я, как он классный. Не, ну вот такой аквариум, да, я согласен. Такой, плащи, короче. Ништяк. Я не знаю, сколько он тонн. О, ты мне поможешь? 22 тонны. 22 тонны. 22 тонны? И что он делает? Я тебе могу рассказать. Расскажи. Он, ты вот приходишь, ты это самое сюда в магазин пришел. И у тебя, например, аквариум. Так. И ты можешь воду принести, и он тебе все проверит. Скажет, какие у тебя вертусы, параметры воды. И скажет, что надо добавить. Все это самое, даст тебе медикаменты и все. Для любого. Который ты купишь? Нет. Просто ты хочешь узнать свои параметры воды, и он тебе все скажет. Только параметры воды? Да. А рыбку, болезни рыбки не определить? Короче, бесполезный доктор. Делаем вывод, что он бесполезный доктор. И чуть еще пройдемся. Друзья, вот эти друзья, они, по сути, помогают здесь все мне сделать. Стеллажи тетра я всякие вам не показываю. Я показываю, как бы, хочу показать сам зоомагазин. И именно с точки зрения аквариумистики. Мне другая, как бы, не интересует. Там у нас не аквариумы, там какие-то всякие рептилии. Всякие кое-кое-мои для бассейнов, видимо. Ну вот это 22-тонный аквариум шикардосный стоит. Влепили его сюда. Здесь, соответственно, представлены разные камни, я так видим. Ну, я так понимаю. Красивый аквариум. И что это, кстати, за? Гасиман. Гесман. Красивая банка. Гесман, да? Правильно читается. Гесман. 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 Смотри, какой красивый. Красивая банка. Я пытаюсь найти холодильники. И заглянуть в них, что в этих холодильниках есть. Вот целый огромный стеллаж GBF. А вот они, скребочки. Обычный скребочек, который мы искали. Вот он. Сюда лезвие вставляешь и попер. Биозагрузка, друзья. Биозагрузка тоненькая. Такая вот. Биозагрузка толстенькая. Ну и там маленькие какие-то биозагрузки. Дофига. Дофига, дофига всего. Где корма ее? Так, мы здесь заходили. Вот здесь вот. Идем дальше. Шланги, манги. Ихеем стеллаж. Ого. Большие-то вот фильтры, они недорогие. 500 евро все стоит. Ну, на их деньги это как бы фигня, можно так сказать. Баллончики. Смотрите, какие красивые здесь баллончики. Вот тоже, по-моему, и хейм, наверное, не знаю. А, и СО2, они говорят, СО2. Так вот. И я так и сразу понял, что такое СО2. Ну, это вот ловчик. Ништяк целый этот, каник разных. Какой вкуснятин здесь сидит. Ничего себе. К немецкому-то пиву. Да, такую вкусноту. Вот это, видите, целая библиотека. Я не знаю, наверное, эти книжки продаются. Но ценников я здесь не... Нет, я вижу ценники. 30 евро, например. Книжка дискуссовая. А, это DVD. Так. Так, тут еще одни у нас аквариумы, получается. С растениями. Мы с вами начали вот отсюда, с дискуссов, да, видите. И получается, это у нас флювалевский, вот этот стеллаж. Нам он не интересен. Аусганг, это вот выход, видите. Видите, я уже какие-то слова, как бы знаю. Так, это, ну, не наше. Вообще. Витамины какие-то. Серовый пан. Каких-то, это, видимо, для сомиков, наверное. А, нет, ну, это вообще для всех. Это просто... Хрен его знает. Корма какие-то, короче. Ну, поймите правильно. Что-то я там знаю, да, я могу понять или догадаться, что это такое. А где-то, ну, на немецком. Так. Особо не поймешь. Надо ребят звать. А они куда-то убежали. И, соответственно, это все декор. Декор очень много его здесь. Нас он как-то мало интересует. Ну... О-о-о-о-о-о-о-о. Ничего себе. это вот друзья я примерно вот-вот могу вот кого-то вот такой скейп я хочу из своего тоника сделать понимаете к чеха чудо принципе несколько видов трав но их очень много боли и нафигительный просто с ума сойти а в офигенном короче вот вот я такое хочу хочу такое и чё-то к этому буду стремиться ну конечно неподобное такое слепые рыбки так есть собачки пошли надо узнать где холодильнике тут очень много оформленных аквариумов друзья до кучи друзьям не надо узнать где есть холодильник с кормами и подъем это да с живыми кормами короче мне не надо этих спрашивать меня просто тебя спросить показывает понимаем она это у нас здесь вот еще тоже всякие грунты и мунты короче по ходу тут я понял но это и для рептилий здесь и для ну короче смотрите там от рыбки на прям мороженое есть какие-то разные дискус а кто это я даже не знаю у них здесь кормов и для соников и для дискуссов и для губки какие-то вот такие вот квадратные пятмен фитш дафни здесь что-то можно прочитать на дискус фит вот например малави микс а вон грунт футер я даже гринфит зеленая еда у нас комика тубе фикс тубе фикс трубочник ну нет даже вот так вот знаю там всякие названия такие можно догадаться не сложно просто например ну раз минутку просто например таких кормов вообще как вот здесь мы сейчас посмотрели морозилки ну вообще как бы у нас не представлена ни разу амп трава тоже я не видел таких кормов какие-то вот видите росте на книгам как мы с вами за смотрели в зоомагазинах все это морозилка антра какая-то вот зосчат а не смотрите как ну просто ради интереса вам открою покажу вот миленькие такие вообще но поняли сами кубики мельче вот этих например они кубики ну такие побольше а нет здесь нету и да вот здесь значит а нет прям такие же кубики друзья по размеру но они раза в полтора меньше чем у нас вот продаются ну да а вот они вот тоже смотрите дафни мотыль все живое дафни мотыль хотите своим рыбок порадовать инхитрея витрия прям вот ну популярно это чё у нас трубочник трубочник дафни это кто вообще какие-то мелкие артемия артюшка видимо в соленой воде марины к приходу кто такая я не знаю кто такая ну короче артя на упля да а это марины копиподы наверно на упле артемий то есть можно теме не разводить прям сюда прийти и взять вот она охренеть просто мне вот это нравится очень темы надо вот и у нас в россии тоже развивать потому что ну потому что реально иногда звонят у меня рыбки от металль чем кормить не знаю как артемию 100 год пожалуйста артемию артемию гриндаль у меня очень много культур вот из этих есть вот ну не трубочник а ула форус например гриндаль ой новым хитрее есть мотыля нету но это уже как бы не ко мне дафни в принципе культивы культивирует тоже ребята тут можно как бы в таких по крайней мере объемах небольших вот можно ее делать ну то есть здесь же совсем немного как бы этой дафни понимаете и не надо много делать даже взять вот этот весь стеллаж и и там будет блин летом раз с очком короче махнуть и все здесь каретра друзья смотрите каретра дафни трубочник у нас там сидит вот ну это реально впечатляет а вот здесь тоже кормовые объекты смотрите это кто они привет какие-то скорее всего какой-то это проброс просто вот здесь уже подохло здесь еще живые ну и маленькие такие же привет это здесь не видать доп и наверно нет это кто-то копеина наверно кто он кто это бонгтон друзья вот эту он не будем морозить здесь я андрей ванныч я был в этом зоомагазине зоо царя подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментируйте все пока это Субтитры создавал DimaTorzok